Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители информационного агентства Хакасия. Сегодня у нас в гостях, я оговорился, сегодня мы в гостях у заместителя губернатора Хакасии, министра финансов Ирины Войновой. Здравствуйте, Ирина Ивановна. Здравствуйте, Игорь. Скоро Новый год, уже через 2 или 3 недели, если я не ошибаюсь. Кстати, Новый год, я так понимаю, вы будете встречать в Хакасии, в доме среди родных и близких. Всегда. Всегда. Новый год всегда дома. Это речь к тому, что вокруг вас ходит масса разнообразных слухов, вы не летите на Багамы, вы не будете отдыхать в Москве, в Серебряном Бару и так далее, и так далее. Новый год скоро. Именно поэтому мы попросили, чтобы вы нас приняли и чтобы мы поговорили с вами о финансовом 2019 году. На ваш взгляд, что это был за год, насколько он был сложен, какие проблемы встали перед Министерством финансов Хакасии, перед вами лично. Что удалось решить, чего решить, к сожалению, не удалось. Вот такой большой объемный блок вопросов. Пожалуйста, ну, расскажи. 2019 год сложный год. Очень сложный. Но опять же, в сравнении с каким годом он сложный? Конечно, с предыдущим, с 2018. В 2018 году, благодаря разному нашему платежу, благодаря дополнительной дотации, которую нам в конце года дали, мы впервые в прошлом году смогли и госдолг на 2 миллиарда 700 погасить, и счета разблокировать все муниципальные образования в 2018 году. И кредиторскую задолженность в 2 раза сократить с 6 миллиардов до 3. И все это вот благодаря вот тем деньгам. От колстара, я имею в виду, 5 миллиардов рублей и миллиард 200 дотациям. В этом году, ну, мало того, что у нас нет таких разовых платежей в этом году, в этом году у нас еще подвели нас мировые цены на уголь. Понятно, что уже оскомину набило, везде мы говорим, как мантру цена на уголь, цена на уголь, цена на уголь. Но угольная промышленность занимает у нас значительную долю в бюджете. Это практически 15% бюджета, это налог на прибыль от угольных предприятий. И когда у нас по этому году выпали, прибыль выпала 1 миллиард 800, это очень большие деньги. Очень большие. Поэтому и проблема, поэтому и блокировки счетов у муниципальных образований. На самом деле у муниципальных образований ситуация-то очень критическая. У большинства, так скажем, муниципальных образований, ну, наверное, больше, чем у половины, заблокированы счета. Порез бюджета у блокировок счетов нет, то кредиторская задолженность на самом деле большая. Мы же этого не отрицаем, не скрываем, я всегда об этом говорю. Почему? Я вам уже сказала причину. Что делать? Что делать? Наращивать собственную доходную базу. Ну, легко сказать, вот наращивать собственную доходную базу. Вот она раз прям и выросла. Ну, наращивать собственную доходную базу, это, конечно, какие-то предприятия должны появляться. Ну, это не по щелчку. Раз мы все делаем. Мы приняли ряд законопроектов по инвестиции, за что, кстати, и биты были в течение последних месяцев. Мы приняли закон о снижении ставки по упрощенной системе налогообложения. Надеемся, малый бизнес более активно начнет развиваться и, может быть, из других регионов к нам придет. Кстати, если говорить по малому бизнесу, ну, много это или мало в бюджете, если не брать только одну систему, уплату по системе по упрощенке, а брать и налог на доходы физических лиц, налог на имущество, они же много других налогов платят, то это больше 2 миллиардов на минуточку малый бизнес. Как вы думаете, насколько сильное влияние оказывает на финансы и на экономику Хакасии то, что республика, который год уже, находится под внешним казначейским наблюдением? Это не внешнее казначейское наблюдение, это казначейское сопровождение. Сопровождение. Не влияет оно никак. Но, вам это в какой-то степени, как министр финансов, связывает руки? Или вам просто это сопровождение не дает более свободно распоряжаться какими-либо финансами? Что это вообще происходит? Вот смотрите, что такое казначейское сопровождение? Есть определенный перечень статей, по которым нельзя допускать просрочку. Что это за статьи? Это заработная плата, социальные выплаты. Ну, в первую очередь, их там несколько, 5 или 6, но основные это заработная плата, социальные выплаты. Это и так, без казначейского сопровождения, понятно, очевидно, это первостепенная задача правительства, не допускать просрочку по этим двум статьям. Поэтому, мешает это мне или не мешает? Да мало ли, что кому мешает, мы должны, в первую очередь, выплачивать зарплату, социальные выплаты. Это, как бы, нормально и не мешает нам абсолютно никак. Бюджет Хакасии, вы назвали его сложным, безусловно, это так. И, тем не менее, бюджеты Хакасии 2013, 2014, 2015, 2016 и так далее, годов также были сложными. Вы тогда тоже работали в команде предыдущего правительства. Сначала под руководством Юлия Лапшина, потом стали самостоятельным министром финансов. Еще Семенович Айошин у нас был. Ю Семенович Айошин, безусловно. Что вы можете сказать по поводу работы тех лет? Это как-то отличалось от работы под руководством Валентина Коновалова? В какую сторону? Смотрите, давайте я все-таки про деньги, а не про политику. С 2012 года. Почему начну с 2012? Потому что именно с 2012 года начались у нас такие очень большие проблемы с бюджетом. Именно с 2012 года. Почему с 2012 года? Кстати, в 2012 году ровно так же, как сейчас в 2019, резко упали цены на уголь и на алюминий. Вот один в один ровно так же. Мы тогда так же впервые просели по налогу на прибыль. И ровно, а параллельно, то есть доходы падали, а параллельно значительно росли расходы. Причем расходы социально значимые. Указы президента появились по заработной плате. Вообще они появились в свое время на указ президента. Потому что у нас была вообще недопустимая низкая заработная плата у учителей, у врачей, у работников культуры, у работников социальной сферы. Вы тогда вышли из этой ситуации и стали занимать деньги. Кредитами. И в итоге, если смотреть с 2012, например, по 2017, почему говорю по 2017, потому что именно по 2017 год у нас рос госдолг. У нас с 2018 года мы его начали сокращать. А именно по 2017 включительно госдолг у нас рос. И дорос до неимоверных размеров, до 24 миллиардов рублей. Это было больше 145% от собственных доходов. Что, конечно, это недопустимо. Но что было делать? Когда? Больше 10 миллиардов рублей, вот с 2012 по 2017 год, больше 10 миллиардов рублей приросли только социально значимые расходы. По трем статьям. Заработная плата, почти 6 миллиардов, именно на указанные категории граждан. И ФОМС, отчисление Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Был 900 миллионов, сейчас он почти 4 миллиарда. На 3 миллиарда вырос. И не выполнить указы президента было просто невозможно. Не выполнить указы президента было невозможно. Не платить ФОМС было невозможно. А кроме того, 19 дополнительных полномочий в 2012 году передали с Российской Федерации на уровень субъектов по всей стране. Это профобразование. Помните, у нас раньше профобразование, до 2012 года, все наши техникумы, училища, они финансировались из федерального бюджета. Оставалось одно. Занимать, а потом перезанимать, чтобы отдавать предыдущие дела. Да, и этот снежный ком покатился. Смотрите, профобразование передали, МФЦ создали, службы 112 создали, профобразование безработных граждан нам отдали, жилье детей-сирот нам отдали, ведь Федерация их финансировала. А с 2012 года все это отдали на субъекты. Почему же в таком случае нельзя спокойно, толково и уверенно, систематически объяснять населению Хакасии, что то, что сейчас испытывает республика в финансово-экономической сфере, это заслуги, грехи и так далее, в кавычках, прошлых лет, прошлых руководителей. Потому что сейчас все говорят о том, что связка Коновалов-Войнова загнали республику в долг. В ответ на это я слышу только сейчас разговор, спустя год, наверное, о том, что вы глянитесь, товарищи Надат. У вас очень плохая память, очень короткая память. Конечно. Посмотрите на календарь. Кто же все-таки здесь в таком случае не дорабатывает? Связка Войнов-Войнова-Коновалов или кто-то еще? Слушайте, ну, наверное, в том числе и мы не дорабатываем, мы плохо разъясняем людям. Ну, я как-то очень редко хожу в СМИ. Считаю, что я человек не очень публичный, деньги любят тишину. За этот год вы стали очень публичным. Ну, да, за этот год очень. Я прекрасно помню последние 10 лет в Министерство финансов при правительстве Виктора Зимина. Никогда особенно над ХОССами не ходила, комментарии не давала. А потом вдруг бах, и мы увидели о том, в каком положении оказалась Хакасия, и Министру финансов приходится все это объяснять. Ну, хорошо. Вы знаете, Игорь, вы смотрите, 2017 год. Почему 2017 беру? Ну, в 2018, понятно, благодаря этим дополнительным деньгам мы все-таки выскочили. Вот 2017 год. Начиная с 2012 и вот 2017. Итог. Приплыли. 145% госдолг. Все счета заблокированы. Задержка по заработной плате, 2017 год, и начало 2018, еще первый квартал, по 2-3 месяца, а у некоторых поселений до полгода. По мерам соцподдержки по полгода за должность. Почему-то никто не помнит, что так было. Я не говорю, что это нормально. Вот так нельзя забывать. Я просто говорю, что с 2012 по 2017 мы жили именно так. Это ненормально. Ну, так было. Не то, что вдруг наступил 2019 год и все рухнуло. Нет. Просто за 2018 год, когда массово всем выровняли, во второй половине, где-то с июля это произошло, мы всем выровняли заработную плату, наконец-то выплатили, меры соцподдержки и начали уже с июля месяца нормально жить, ну, до конца года. И все почему-то решили, что именно сейчас с приходом Валентина Олеговича, а, кстати, говорят, не только с приходом, кому как нравится, ну, кто с кем играет. Кто-то, говорит, с приходом Коновалова, а кто-то, говорит, потому что Войнова, Зиминская осталась. Ну, в общем, кому как интересно. Ну, виноваты вот мы с Антоном Олеговичем. Хакасия стала занимать, потом перезанимать, потом переперезанимать. Это произошло в 2012-2017 год. И вот мы снова в этой же ситуации в 2019-м. Что будем делать? Ну, обратимся к заням. Нет. 2019-й год занимать не будем. Ну, вот я вам сказала, уже мы в 2018-м вернули госдолг 2700, ну, там проще было, там был разовплатеж. В текущем году, 2019-м, вообще надо было вернуть по графику государственного долга 2700, ну, 2600 с чем-то. Из этих 2700, 2 миллиарда это облигационный займ, и 705 миллионов это бюджетный кредит. Что мы сделали? Мы бюджетный кредит, естественно, вернули своими деньгами, потому что бюджетный кредит дается под 0,1. И брать банковский кредит, пусть даже под 8%, чтобы вернуть бюджетный, который практически бесплатный, и тем самым увеличить нагрузку по обслуживанию госдолга, ну, мы на это пойти не могли. Облигационный займ, который я вам говорила, 2 миллиарда, мы 400 вернули своими деньгами, вернули в апреле, когда еще у нас по прибыли все было нормально. У нас где-то с апреля перестали платить налог на прибыль, ну, больше с мая угольные разрезы. Первый квартал еще не платили. И остальное мы перекредитовались. То есть взяли банковский кредит. Кстати, за что нас опять же били, за то, что мы берем миллиард 600 банковский кредит, а мы его взяли не на то, что не проесть, а мы заместили банковский взяли, облигационный займ погасили, госдолг, то есть, остался тот же. Просто по графику надо платить. Что будет дальше? 416 миллионов получили от федерального центра. Это мало. Мы писали письма, мы ездили, я туда езжу, начиная с мая бесконечно. Все расчеты есть в Минфине, поверьте. Там владеют всей нашей ситуацией. Там все есть, все расчеты, все доказано. Почему же тогда в таком случае Москва довольно снисходительно и пренебрежительно смотрит на Хакасию в плане развития в нее финансово-экономической ситуации? Я бы так не говорила, что пренебрежительно они нас смотрят. Там нет же такого, что всем дают вот сколько надо с субъектом, и только Хакасия не дают. Все ропщут, все жалуются с субъектом. Я же со многими общаюсь. Какова потенциальная возможность списания федеральным центром какой-либо части долгов Хакасии? Можно ли об этом помечтать? Сейчас мы с вами вернемся к этому. Я сейчас про дотацию завершу. Вот 416 нам дали. Это дали только на первом этапе. Кстати, в СМИ уже несколько дней Войнова приехала с Минфина России, не совано хлебавшей, ничего им не дали. С чего берут? Ну это просто нагнетание. Говорят, критики режима. Да. Ну как-то вот не могу никак к этому привыкнуть. Слово режим? Слово критики. Критики. Ну что значит несловно хлебавшей? 2 миллиарда 700 миллионов расчеты наши приняли в Минфине. Приняли. Однозначно помощь будет. Вопрос сколько? Там вот так не говорят. Все, мы вам дадим. Это мы с муниципальными образованиями работаем так. Вот они достаточно зайти без всякой записи. Дверь всегда открыта. Заходят. Говорят, так, у нас вот такая проблема. Ну конечно, из того, что есть, мы говорим. Так, вот это сможем помочь вот столько. А вот это потерпите. Это вот тогда-то. С нами так не разговаривают в Минфине. Все принимают, смотрят. Ты доказываешь там день, два, три. Доказываешь каждую цифру. Они говорят, все, окей, ждите. Вот ждем. Но второй транш однозначно будет. Сколько он будет? Ну посмотрим. И от того, сколько он будет, будет понятно. Разблокируем мы счета муниципальных образований или не разблокируем. Кстати, для выплаты заработной платы мы им дополнительную помощь дадим однозначно. Без зарплаты не останется никто. Усиленный аванс за декабрь, ну вот за ноябрь, кто еще не дополучил. Усиленный аванс за декабрь получат абсолютно все. И республиканские учреждения, и муниципальные, и вплоть до каждого, каждого даже маленького поселения. Усиленный аванс будет у всех. На уголь деньги будут выделены. Выпадающие доходы выплачены у большинства предприятий ЖКХ вплоть до первого полугодия, закрыто первого полугодия 2019 года. Кому-то еще поможем в виде дотации будем давать. То есть без угля никто не останется на новогодние каникулы. Да, есть проблема с блокировкой счетов, и есть проблема с оплатой перед поставщиками. Здесь, конечно, беда. Это наши предприниматели, мы им должны за питание, за медикаменты. Все будет зависеть от того, сколько нам выделят средств. Сможем погасить или нет? Не сможем в этом году. Будем гасить сначала следующего. Предприниматели, те самые, о которых вы сейчас говорили, входят в ваше положение? Они в большинстве своем понимают, с какими трудностями вы сталкиваются? Я думаю, что да, потому что есть понимание. Я много общаюсь с предпринимателем. Мы, кстати, тоже много делаем для предпринимателей вот с этого года. Приняли закон. Кстати, предприниматели даже не верили, что это возможно. Приняли закон, сократили в два раза ставку. За что, кстати, опять же были биты. У нас как-то в последнее время ничего не делали для предпринимателей биты. Битые, снизили в два раза налог, битые. Мне кажется, сейчас что бы ни делали, ты будешь бить. Наверное, уже надо все-таки делать все правильно, но и не обращать особо внимания на критику необоснованную. Пять минут назад по поводу битья я задал вам вопрос, насколько потенциально возможно списание части долгов с федеральным центром. И если это действительно произойдет, то неужели у вас опять будут бить? Накошеляли долгов. Теперь попросили их немножко списать. Вам их сказали, ну ладно, вот там несколько миллиардов, мы вам прощаем. И у вас снова будут бить. Слушай, конечно, найдут повод. Конечно, найдут повод. А сколько это возможно? Смотрите, возможно ли списание бюджетных кредитов? В настоящий момент бюджетный кодекс такой возможности не предусматривает списание. Но, но. Я уже говорила, в конце 2017 года произошла реструктуризация. То есть нам, во-первых, федеральный центр полностью заместил все банковские кредиты бюджетными. А это 14 миллиардов рублей. И начиная с 2018 года мы ежегодно на процентах только за счет того, что 14 миллиардов заменили банковские и бюджетными, экономим 1,5 миллиарда рублей. Это помощь федерального центра. Мало того, согласно соглашению по реструктуризации, мало того дали деньги, вот эти 14 миллиардов на 7 лет график составлен погашением. По 5 процентов, вот в прошлом году 705 миллионов, нынче 705, потом 2 года по 10 процентов, это по миллиарду 400, ну и потом дальше 20. Так вот сейчас федеральный центр готовит изменения в постановлении реструктуризации и до 2024 года будет по 5 процентов. То есть не 10, а по 5. То есть будем гасить по 705 миллионов до 2024 года. Мало того, в законе о федеральном бюджете есть статья 16, где прописано, что те субъекты, это тоже сейчас порядок дорабатывается, но в законе уже строчка такая есть. Те субъекты Российской Федерации, которые будут развивать новое производство, инвестиционную деятельность и от реализации новых инвестпроектов будут прирастать налоги в федеральный бюджет. А это часть прибыли, НДС поступает в федеральный бюджет. Вот ровно на эту сумму от новых производств дополнительные налоги в федеральный бюджет, ровно на эту сумму будут списываться нам кредиты. Это, кстати, как раз вкупе с нашими законами инвестиционными, за которые нас били. То есть мы сделали почву для предприятий. Вот вам инвестзаконы, вот вам льготы, вот вам возможности. Приходите. Если к нам придут, если кто-то будет развиваться, новые, старые будут расширяться. И на прирост налогов, федеральных налогов, будет ровно на этот размер нам списываться кредит. Таким образом, если Хакасия успешно и эффективно войдет в национальные проекты, войдет в Енисейскую Сибирь в 2020-м, после этого жизнь у министра финансов Войновой станет полегче. Ой, у министра финансов, по-моему, вообще не может быть легкой жизни. Смотрите, национальные проекты, кстати, мы туда успешно входим. Если сравнивать федеральные деньги на национальные проекты, и вообще федеральные деньги, сравнивать, какие нам выделили на 2020 год, сравнивать даже с текущим годом, на 2 миллиарда больше. Мы участвуем практически во всех национальных проектах, какие только есть в Российской Федерации. За исключением двух. Наука, потому что там все-таки это высшее образование больше, научные центры. И магистральная инфраструктура. Это в основном РЖД, авиаперевозки. Ну, это немножко не наша тема. А так мы участвуем во всех национальных проектах. Мы очень много денег привлекаем. Смотрите, сколько мы строим. У нас, кстати, уже проблема по национальным проектам, дабы вовремя освоить. Именно так. А по бизнесу, условия создаем, здесь надо создавать условия, чтобы к нам шли. И чем больше к нам придут, чем больше будут платить налогов к нам и в федеральный центр, вот именно на этот прирост налогов нам будут списывать кредиты. Наши законы инвестиционные, они как раз в тему. Вы, безусловно, знакомы с финансо-экономической ситуацией соседних с Хакасией регионов. Новосибирской областью, Алтай, Тубой, Иркутской областью. Хакасия выделяется на фоне этих самых регионов в какую-либо сторону? Конечно. Почему я слышу из каждого друга, что в Хакасии все плохо, причем на федеральном телевидении прежде всего? Слушайте, мне кажется, это все-таки больше политическая составляющая. Но я бы об этом не хотела говорить. Я все-таки стараюсь как-то держать дистанцию от всех политических вещей, почему мы звучим везде. Ситуация с Тубой. Ну, конечно, там нет таких задержек, ну, тех же блокировок счетов. Но там дотация другая. Почему она другая? Ну, наверное, вопрос, мы задаем вопрос, мы расчеты везем, но почему-то она другая. Почему в Иркутске или в Красноярске, ну, это промышленные гиганты, там плательщики другие. У нас-то, у нас основные плательщики, кстати, их, наверное, если вот прям основные говорить, их четыре. Это угольщики, алюминийщики. И вот эти двое зависят от мировых цен. Вот мировые цены в этом году рухнули, они рухнули где-то в ноябре прошлого года. Ну, мы ощутили их вот ближе уже к апрелю. Рухнули в два раза на уголь. Вы, кстати, посмотрите, что в Кемерово делается в связи с тем, что уголь, там же катастрофа. Там закрывают предприятия угольные, там закрывают шахты. Там, мало того, в бюджет не платят, там люди на улице оказываются. Наши еще, слава богу, угольщики людей хоть держат, и зарплату не сокращают. И вот в отпускание отправляют без содержания. Ваше взаимоотношение? И еще четыре плательщика. Вот я двоих сказала. И еще Аян, который платит, если вместе и братья Акцизы, и прибыль НДФЛ под 2 миллиарда. И Росгидро. Вот и все. Вот и все. Ваше взаимоотношение, точнее тема ваших якобы взаимоотношений с угольными компаниями давно уже пришла. Уже даже не смешно. Уже не смешно, и уже никогда, наверное, не было смешно. Что вы можете сказать от имени правительства Хакасии по поводу того, как исполнительная власть республики взаимодействует с угольщиками, с теми же самыми угольщиками? Ну, давайте я расскажу, как я с ними взаимодействую. Член правительства? Зам главы республики. Как я с ними взаимодействую? Я с ними взаимодействую самым тесным образом. Например, в прошлом году, когда были проблемы с углем, кто давал уголь-то? Причем практически в большинстве случаев бесплатно. Наши угольщики. И Суэк давал, и Майорых давал, и Оршановский давал. И даже и не спрашивают, когда вы заплатите. Ну, а что делать нам без угольщиков? По платежам, я уже вам сказала, 15% в бюджете это угольщики. Вот просели они по цене, и у нас горе. Ну, НДФЛ, имущество, понятно, платят, прибыли нет. Теперь смотрите, на территориях присутствия, сколько они оказывают спонсорской помощи за счет угольщиков, сколько социальных объектов ремонтируется. Почти 6 тысяч населения работает. А у них есть семьи, у них есть дети, и средняя зарплата больше 60 тысяч. Я вообще к угольщикам нормально отношусь. Почему еще? У меня вообще в семье все мои родственники, все мои родители, деды, они все работали на угольных разрезах. Может, у меня еще оттуда такая любовь к угольщикам. Я вот все время иногда встаю на место обычного человека, обывателя, в хорошем смысле этого слова. И меня все время хочется задать вот от имени человека обычного вопроса. Ну, представьте, что я обыватель. Мало чего понимаю в экономике, финансах и так далее, в журналистике. Шел обычный человек на прием и сказал, Алина Ивановна, ну вот все плохо у нас. Ну, не все плохо, но многое плохо. Почему же мы не начинаем экономить? Почему мы не можем оторвать чуть-чуть кусочек небольшой от культуры, не проводить какие-нибудь концерты за счет бюджета, кого-то звать? Почему мы не можем немного, хотя бы на год или на два, сократить какое-то количество спортивных мероприятий? Детишки все равно будут ходить с шайбой, мяч гонять и так далее. Почему мы не можем отрезать какие-то кусочки от других сфер? Завохамение засыпано деньгами по самой голове, насколько я неизвестно. Я сейчас объясню. Почему обычный человек пришел и спросил у министра финансов в моем лице, почему мы не можем начинать серьезно экономить, пусть хотя бы на год или на два, но от тех вещей, без которых можно обойтись? Вы знаете, Игорь, я вам отвечу так. Убой поднимется, но людям можно объяснить. Я вам отвечу так. Мы же начинаем бюджет планировать с августа месяца. Это очень длинный процесс. В бюджете же надо учесть вплоть до каждого мероприятия и каждого учреждения. Вплоть до приобретения, я не знаю, табуретки. И все это в бюджете. Процесс очень длинный. И поверьте, при планировании бюджета, ну, по крайней мере, на 18-й год и на 19-й была жесточайшая экономия. Это я вам точно говорю. Мы обрезали все, что можно и нельзя. Вот вы видите, спортивные мероприятия. А какие? Вы разве видите какие-то массовые спортивные мероприятия, деньги на ветер? Я не вижу. Все настолько, да у нас, наоборот, жалуются еще родители, что за свои деньги детей отправляют куда-то на соревнования. Я не говорю, что это хорошо. Но мы доэкономились до ручки. Сейчас меня убьют, я схожу. Покиня команду Саяны, дай Бог здоровья. Сколько она съедает? Сама по себе, ну, миллионов, наверное, 40 съедает. Код. Да. Как выступают? Я не слежу за их выступлением. Я вам потом расскажу. Выступаем нормально, но дальше не идем. Не суть. А чтобы дальше идти, кстати, в Высшую Лигию, надо 100 миллионов дополнительно ежегодно. Я стою насмерть, за что меня не любят болельщики, фанаты Саян. Теперь мы с вами вместе в качестве объекта ненависти болельщиков и фанатов Саян. Дай им Бог здоровья. По культуре, смотрите, у нас какие были массовые мероприятия раньше. Я не говорю, что это было плохо. Ну, что плохого-то, когда мы сюда привлекали, и форум у нас был. Сейчас ничего этого нет. Не потому, что это хорошо, а теперь у нас ничего нет. Денег нет, массовых мероприятий нет. Надо экономить. В связи с этим на Первомайскую площадь выходят разнообразного рода школьники разного вида с плакатами, вернее, елку вредите. Где елка? Слушайте, ну, это же тоже просто политическая игра. Ну, зачем вам эта елка здесь? Вот елка в Черногорском парке. Вот верни елку, завтра выйдет с плакатом, потратил деньги на елку. Вредитель. Вредитель. Да, заблокированы счета, а он ставит елку. Ну, будет же так. Я считаю, что мы должны разумно, если вот на все реагировать, то нас загонят просто в угол, уже дальше будет некуда. Надо просто разумно. Ну, что, в принципе, мы стараемся делать. Пойдем дальше. Ваши взаимоотношения, финансовые и политические взаимоотношения с мэрией столицы Хакасии. Многие называют их непростыми. С самой столицы Хакасии тоже говорят о том, что они никогда не были простыми. Как сейчас, на исходе 2019 года, их можно характеризовать? Ну, смотрите, да, много ходят слухов, разговоров, что у меня какие-то непростые отношения с мэрией. Отношения, да, отношения. Кстати, даже отношений-то особых нет. Они бездотационные. Субсидию получают они, ну, какие-то по нас проектам, по нас, школ, детских садов. Так это они не со мной больше взаимодействуют, а с нашими профильными министрами. Я почему спросил? Абакан почему-то пытается отодвинуть от всего остального населения Хакасии, старая история с криком о налоговом вычете, и почему-то отделить жителей, которые здесь живут, от всех остальных. Как будто там хуже. Здесь элита, а там непонятно. И почему-то все время возникают вопросы от соответствующих. А почему хорошо живущий Абакан не мог бы в трудную минуту взять и помочь? Ой, слушайте, я даже не буду отвечать на этот вопрос, а то сейчас у меня будут еще две недели кричать, что она так и хочет нас ограбить. Ничего я не хочу ни Абакана взять, ни Абакану особо дать. Я имею в виду дотацию мы и не даем. В нас проектах, кстати, 60% от нас проектов забирает город Абакан. 60%? Так все-таки почему идет вот это противопоставление? Вот этот вот развод... Слушайте, ну это опять кому-то интересно, кому-то выгодно. Ну, Николай Генрихович, ну понятно, столичный город, он так себя и нес. В принципе, Николай Генрихович, у нас были нормальные отношения. Я не скажу, что дружеские, прямо мы были друзья. Но мы с ним очень мирно сосуществовали. Мы могли с ним договориться и никогда друг друга не подводить, держать слово. Это у нас с ним была железобетонная договоренность такая. Вы надеетесь, что с новым мэром Абакана, не будем говорить его фамилию, это предвыборная борьба и так далее, вы также найдете общий язык? Ну, я думаю, куда мы денемся с новым мэром Абакана, конечно, найдем. Нам куда деваться. Маши взаимоотношения с Верховным Советом Хакасии. Их тоже называют сложными, непростыми. Одни говорят о том, что Ирине Войновой удалось договориться с Верховным Советом по принятию бюджета, тем самым разделив с Верховным Советом ответственность за принятие этого бюджета. Другие говорят, что Ирина Ивановна Войнова слукавила и немножко обвела руку в пальцах депутатов, когда они вот уже дважды проголосовали за принятие главного финансового документа. Я сейчас сомневаюсь, что они такие наивные. Тем не менее, каковы эти отношения были в 2019-м? Что вы ждете от парламента Хакасии в 2020-м году? Знаете, когда в 2019-м году новые депутаты пришли, и как раз принятие бюджета в прошлый год, власть сменилась, этот бюджет с кем-то только не делала, с Зиминым началась, с Развожаевым дорабатывала, с Альтир Олеговичем мы его уже окончательно на сессии представляли. Это была длинная песня. И депутаты все новые. Меня, конечно, это пугало в прошлом году. Депутаты все новые, все разделились, единороссы, коммунисты. 30% нового состава. Боже мой. Новый председатель комитета Олег Альбертович. Потому что я привыкла, что он все эти годы кричал там из зала и поправки. И вот он председатель комитета. И если честно, у меня был такой немножко мандраж. Думаю, боже мой, а как же мы будем вообще принимать бюджеты? И как теперь? Ну, в прошлом году бюджет мы приняли, по-моему, даже чуть ли не единогласно. Не, но один был голос воздержался. Воздержался. В этом году, конечно, уже год отработали. Уже осмотрелись. Стали больше ориентироваться. Я, кстати, всегда хожу в Верховный Совет. И всегда ношу все материалы, все расчеты, все таблицы, формы. Я начинала по бюджету работать задолго-задолго до официального внесения. Не то, что я ничего не дала, а потом раз, и они не успели. Неправда. Больше, чем за месяц до официального внесения, я уже всем депутатам попросила Владимира Николаевича, он их собрал. Я всем раздала материалы, я всем рассказывала, по каждой статье просила. Кому непонятно, приходите, буду рассказывать. Кстати, мне кажется, у меня очень хорошее отношение со всеми депутатами. Ну, может, за исключением каких-то вот нескольких человек. И то, это не то, что прям какой-то конфликт. Что вы хотите от парламента в 2020? Что я хочу? Ну, да нормальная работа, слаженная, как одна команда. Как одна команда. Не противостояние исполнительно-законодательного органа, а как одна команда. Вот сейчас, кстати, мы в первом чтении приняли стратегию. Ну, в первом, понятно, это особо никто не посмотрел. В первом приняли, и все, и начинается работа. Трамочный документ пока. Да, и мы договорились уже сейчас с Верховным Советом, ну, в первую очередь, конечно, с Василием Ивановичем Шелбаевым. Начиная со следующей недели, прям в ежедневном режиме, прям по разделам будем с депутатами, ну, во главе, с комитетом Василия Ивановича, прям по разделам все отрабатывать стратегию. Вот, например, сегодня собираемся, отрабатываем раздел образования. От и до. Завтра собираемся, раздел здравоохранения, от и до. Потом раздел промышленности, от и до. И будем так прям... Я хочу вот эту стратегию. Я пессимист, наверное, уже по жизни. А Вы действительно верите, что это возможно? В 2020-2030-е достичь результатов, которые там указаны? А Вы знаете, Игорь, мы, в принципе, для этого делаем все. Мы создаем здесь инвестиционный климат. Законы приняли. Мы для предпринимателей сократили вдвое ставку. Условия создаем все. Вот теперь, самое главное, все зависит от того, а откликнется ли бизнес и надо ли это бизнесу. План В в этом случае, если бизнес не откликнется или откликнется не очень охотно, у министра финансов есть? План В один. Жесткий контроль за расходной частью. Сокращение всех расходов неэффективных, какие может быть еще есть, если по сусекам поскрести. Ну и выплата только первоочередных расходов, без всякого развития. Ну не хотелось бы, чтобы это было так. Поэтому условия мы создаем. Бизнес мы приглашаем, пожалуйста. Ставки сократили, льготы даем. Приходите. Приходите. Мы немного подходим к концу нашей BCI. Осталось всего несколько вопросов. Скажите мне, пожалуйста, финансово-экономическое положение Хакаси, мы уже сегодня много его обсуждаем, оставляем желать лучшего. Есть ли у министра финансов и замгубернатора какие-то стратегические или теоретические задумки, когда вот это вот все, это не кошмар, это просто плохое состояние. Через сколько лет это все-таки может, если не прекратится, то существенно измениться? Вы знаете, все зависит. Чудо ж не произойдет? Нет. Чудо не произойдет. Но с 2012 года не происходит чудо. Даже с 2010, скажем так, не происходит чудо. Поэтому... Ну, я думаю, года через два у нас должно наладиться более-менее. Я объясню, почему. Мы постепенно к этому идем. Кстати, вот критикуют, да, Коновалова. А смотрите, что сделано за этот год. Мы практически уже навели порядок, например, в той же коммунальной сфере. Что я имею в виду? Не то, что все отремонтировали, все хорошо. Это сколько? 300 лет никто ничего не делал, не ремонтировал. Мы навели порядок, например, с тем же углем по цене. Ведь если посмотреть, если вам рассказать, по какой цене некоторые муниципалы закупали уголь, это катастрофа. Я не знаю еще, почему правоохранительные органы за это не взялись. Мы еженедельно сейчас... Вот сегодня был селектор. Мы каждую неделю, раз в неделю, проводим селектор с муниципальными образованиями. И вот так вот по каждой котельной смотрим, по какой цене покупают уголь, по каждой в разрезе марок угля, по какой цене его довозят на тонн на километр. Представляете? И это мы делаем, начиная вот буквально с этого года вплотную. И уже практически... Есть у нас там несколько котельных еще. Ну, не буду называть даже. Может исправиться в конце концов. Кстати говоря, а есть ли претензии у правоохранительных органов или контролирующих органов контрольно-счетной палаты? Серьезные претензии к деятельности Министерства финансов? Вы знаете, серьезных претензий у нас нет. И не потому, что сейчас опять, может быть, там комментарии начнут давать, да потому что ее никто не проверяет. Неправда. Буквально в 2017 году у нас было три проверки. Казначейство федеральное, я имею в виду с Москвы, приезжала целая бригада, целый месяц проверяла. Ну, потому что мы уже сколько лет, у нас бюджет не сбалансированный, сколько лет у нас проблема. И мы, кстати, сами обращались, ну, вы направьте к нам людей, пусть они проверят. К нам приехали по очереди в разное время. Казначейство федеральное, счетная палата федеральная приезжала. От уполномоченного президента с Новосибирска люди приезжали, проверяли. Вот три проверки было. У всех отбывод один и тот же. В бюджете республики Хакасия, вообще в республике, исчерпаны возможности по оптимизации расходов дальше сокращать некуда. Некуда. Мы уже людей посокращали. Что значит это в селе? Вот мы посчитали, что там в Доме культуры маленьком надо не две ставки, а полторы. А там больше работать негде. Или там не надо им техничку. Так все рассосется. Я вас понял. Так вот. Да. Вывод был такой, что исчерпаны возможности уже для дальнейшей оптимизации, для наращивания собственной доходной базы. Потому что все льготы мы уже поотменили на тот момент. И в завершение Минфин России, вот три проверки прошло, вывод один и тот же. Все акты есть. Они везде есть. И тогда Минфин Российской Федерации в завершение в вишенку на торте отправил еще свой научно-исследовательский институт. Есть при Минфине институт. Отправили сюда на релочных сотрудников. Чтобы они еще посмотрели. И у них вывод один в один такой же. Что в республике Хакасия несбалансированный бюджет по причине того, что не хватает собственно... Что расходы растут более высокими темпами социально значимые, чем доходы. Доходы не успевают. Исчерпаны все возможности для оптимизации. И без дополнительной финансовой помощи из федерального центра республика никогда не выйдет из этой ситуации. В связи с этим дополнительный вопрос. Взаимоотношения финансовой и экономической системы Хакасии с энергетиками. С сибирскими энергетиками. Многомиллиардные долги. Возможное нежелание или неумение договариваться у властей с энергетиками. Ваш комментарий по 2019 году. К чему в итоге все пришло? По 2019... И не только 2019. У нас... Я не говорю, что это нормально. Я тоже это не говорю. Так было много-много лет. И вдруг в 2019 году все стало очень жестко. Отключаем электричество, подаем в суды. Мы же не успеваем в суды ходить с энергетиками. Их тоже можно понять. Потому что, извините, если мы не платим, у них тоже долги. Он заворен, бедолага, говорит, тоже он кредиты берет, потому что мы ему не платим. А как выйти из этой ситуации? Платить надо. Чем платить, если денег нет? Но, тем не менее, платить надо. По возможности платить надо. И экономить надо. Например, возьмем в Аскизе электрокотельные. 70 миллионов рублей ежегодно прямой убыток. То есть у них тарифы не покрывают. Выпадающих столько нет, тарифы не покрывают. Вы можете представить? 70 миллионов рублей ежегодно Аскизская котельная дает убытка. И, соответственно, эти 70 миллионов рублей ежегодно они не платят энергетикам. Ну, просто не платят, потому что столько денег не собирают, чтобы платить. Что надо делать? В бюджете 2020 года почти 40 миллионов рублей предусмотрено на реконструкцию этой котельной. Мы будем переводить ее, помогать Аскизскому району реконструировать эту котельную, переводить ее на уголь. И так, в принципе, потихоньку везде наводить порядок. В связи с этим, Паши, теперь уже непростые взаимоотношения с главными муниципальными образованиями должны быть несколько... Должны несколько поутихнуть. Я правильно понимаю. Вы знаете, как сказать простые, нормальные у нас отношения с муниципальными образованиями. Потому что они знают, что мы всегда им помогаем, руку на пульс и держим из возможностей. Понятно, что заблокированы счета. Но не можем мы их сейчас разблокировать. Но без зарплаты никого не оставим. Поможем выплатить зарплату. Я уже сказала, она будет усиленный аванс. Поможем на уголь дадим, чтобы в новогодние праздники все котельные нормально работали. Такой провокационный вопрос. А существует ли у чиновников разного рода и разного уровня в Хакасии, я имею в виду, главсельсоветов, главрайонов и так далее, все-таки существуют ли у них такие безудержные наглые хотелки, за которые сразу же хочется показать большую такую фигуру? Конечно, существуют. Существуют. Конечно, существуют. Что это за хотелки? Без упоминания фамилии. Конечно, без упоминания. Да, та же цена на уголь. Я вам не зря же сказала, что с ценой на уголь навели порядок. Но не у всех. Есть парочка, тройка муниципальных образований, где раз и уголь, ну, например, нормальная цена некой марки угля 700 рублей, покупают за 2,5. Это коррупция? Да это тюрьма вообще. Мне непонятно, почему еще никто не реагирует. Министерство финансов каким-то образом будет извещать об этом правоохранительные органы? Они знают. Знают. Представитель прокуратуры принимает еженедельно участие в селекторных совещаниях. Мы ни от кого ничего не скрываем. Все материалы есть. Хорошо. Мы подошли к концу нашего разговора. Мы благодарим вас. Вы знаете нашу традицию. Вот эта камера. Ваши слова, обращенные к населению Хакасии, по любому поводу. Несколько минут прошу вас. Уважаемые земляки, уважаемые жители республики Хакасия, но все-таки в преддверии Нового года я бы хотела всех поздравить вас с наступающим Новым годом. Пусть Новый год принесет нам все-таки всем счастья, радости, благополучия, семейного, чтобы у всех было в семьях хорошо, мир, лад. Самое главное вот это, я считаю. Информационное агентство Хакасия побывало в гостях у заместителя губернатора, министра финансов Ирины Войновой. Мы благодарим ее за беседу. Прощаемся с ней. Желаем ей хорошего Нового года. Всего вам доброго. До новых встреч.